И те люди, которые неактивные, они попадают в структуру, но они на данный момент будут неактивные, они будут платить уже новую абонентскую плату. Вы знаете, что чуть-чуть увеличится абонентская плата, может это будет на 5 долларов больше, может на 10, я еще точно не знаю, но увеличится. А те люди, которые активные, войдут в новый маркетинг план, они будут целый год, не важно какие продукты у нас есть и какие будут еще добавляться, целый год мы будем платить 20 долларов абонентскую плату, как обычно. Поэтому поговорите с людьми, обязательно объясните им эту ситуацию и постарайтесь вот этих инактивов поубирать. Потому что будет такой маркетинг план, что все захотят вернуться в бизнес, даже те, которые присматривали, с чего-то ждали, они все вернутся к нам в бизнес, они только посмотрят маркетинг план, они все вернутся в бизнес. Просто лучше все-таки с меньшей абонентской платы месячной работать, чем с большей на тех же самых условиях. Это следующее, что я хотел сказать, но я вижу, что сильно увеличился оборот, но мы как всегда, мы в последний момент все делаем, промоушн заканчивается в 8 утра 1 февраля, поэтому до этого времени я думаю, что еще несколько раз увеличится оборот, но я думаю, что это уже будет последний промоушн, поэтому маркетинг план, поэтому уже не надеемся, а давайте докрутим то, что можем сделать. Ну и самая такая интересная новость, я хотел бы сказать, сейчас вижу 283 компьютера подключено, я знаю, что в некоторых местах там по несколько человек или даже десятки людей сидят в обороте одного компьютера, смотрят через мультимедия проектов наши утренние копии, но мы ставили перед собой задачу, помните, наш этот бродкест, этот вот зал, с которого мы сейчас ведем в Вещании, он включен на тысячу людей. Мы с Никитой Ласлов вчера все-таки договорились с Биллом Старке, вот, и он завтра выйдет в 19.00, завтра в 19.00 он выйдет вот в этом же зале, мы место, мы отменяем сразу вам скажу, 20.00 вебинар отменяет, всех людей, и новеньких, и старых, и активных, и неактивных, приглашайте завтра на встречу с Биллом Старком. Он такую встречу провел в Венгрии в воскресенье, сильная мотивация была для этой встречи, там было более 300 человек, но я считаю, что у нас завтра будет тысяча человек, и Билл сказал, если у вас будет, это было условие, мы попросили, чтобы он также выступил перед нашей группой, вот, и мы сказали, что мы обеспечим минимум тысячу человек, он говорит, если вы обеспечите тысячу человек, я на следующий включаю вам 5 тысяч, возможно, с Броскестом. То есть, для роста у нас есть все, у нас есть инструменты, и нас фирма поддерживает, мы друг с другом делимся интересными новостями, интересными моментами. Поэтому запомните, завтра в 19.00, то есть, среда в 19.00, в этом же зале встреча с Биллом Старком. Я думаю, он где-то час, может, чуть больше часа, он будет нам рассказывать о текущем моменте, который есть сейчас на фирме, и о ближайших перспективах, и, может быть, о дальних перспективах, которые нас с вами ждут в этом уникальном проекте. Поэтому вот такие основные моменты, за которых я хотел сегодня остановиться, уже вижу 300 человек в зале, но это уже такая превышенная для нас цифра, я 100% уверен, не хочу сильно, что завтра я видел в церкви тысячу человек, и мы таким образом, во-первых, испытаем наш зал, во-вторых, вы получите очень сильную мотивацию, потому что, еще раз скажу, я уже это слышал, он хочет сделать самую лучшую компанию в мире, и мы так же захочем, потому что мы знаем, что это для нас принесет, и вот, если еще мы знаем хорошо, что мысли материализуются, и у нас же есть такая мировая коллективная мессия, у нас же есть продукты лучшие, у нас маркетинг, там же, на выходе, самый лучший в мире, сравнения никакого не будет, вы это увидите. Поэтому, даже нет шансов, и, как я говорю, этим слагом, огромным, крути, не крути, а успеха нам никуда не уйти. Вот и все, что я хочу сказать вам. Я сейчас передаю слово господину Ласману Никите, потом мы посмотрим фильм «Яма», я сильно прошу внимательно посмотреть этот фильм, задумайтесь, это не просто, там кто-то хочет, чтобы нам лапсу на уши налетит, но он очень чутно, он образно воспользует вот эту очень важную ситуацию, которая нас всех тормозит в развитии. Я просто, вы так услышите эту фразу, я просто хочу еще раз подчеркнуть, что каждый из нас находится в «Яме», каждый из нас где-то в «Яме», и перед каждым есть какая-то вершина, к которой мы реально стремимся. И кто-то уже подобрался под вершину, кто-то начинает вылазить из пьяна, кто-то где-то в срединке, неважно. Важно, что мы заполнили одну простую вещь. Первое, что у каждого из нас есть способность выйти туда наверх, у каждого буквально, если учесть эту ситуацию. Второе, что если мы не дойдем туда наверх, если уйдем вниз, цена этого будет намного больше, чем идти туда наверх. Это второй важный момент. И третий важный момент – это выбор компаний. Я думаю, что мы уже все уверены, вы бы просто не ходили даже на этот утренний кофе, вы бы не ходили на наши вечерние вебинары, если бы вы не уверены в этом проекте. Фирма у нас самая лучшая, и на этом ставим точку. Поэтому, исходя из этого всего, у нас все для этого есть. Поэтому мы сейчас Ласлоу Никите, даю слово, потом посмотрим фильм, а потом Сергей Птятчук из Ровно, и Юрий Габко из Кишинева, они также прокомментируют или свое мнение выскажут по этому фильму. Вам спасибо за внимание. С вами был Свобода Евгений. Передаю слово Васлу Никитеевичу. Доброе время не суток. Юра, я вас сильно попрошу, поставьте что-нибудь, выключите ваш вибрацион, потому что от вас идет сильное эхо, и у вас там какие-то стуки. Оденьте, пожалуйста, наушники, окей? Это я сильно попрошу. Портит весь программу. Доброе время не суток. То, что я хочу вам сказать, что... Евген, то, что время сказал 19 часов, я вам напоминаю, это время киевское. Потому что все-таки у нас очень большой широкий диапазон времени, и чтобы вы не путались, 19.00 по Киеву это будет. Во-вторых, хочу повторить, что сегодня, вторник, 21.00, проводят Максим Литвинов и Александр Сукачев мероприятие «Первые шаги партнеров». Заходите на www.ilovees.com. Я прошу Сергея Сукачука и Юру по 5 минут буквально, не больше. Сергей, пожалуйста. Всем доброго дня. На самом деле, успех, успешного или нет, большей части зависит не от ваших личных качеств, от ваших способностей, а именно от вашего выбора. Вот несколько вот таких по тому, что мы услышали. Вот пять таких пунктов выделю. Вот первое, это определение, на какую высоту мы должны подняться вот с этой ямы. Вот важно. Важно. Какую высоту, какую цель вы поставили себе? Именно личную. Именно такую цель, которую важно, жизненно необходимо достичь. Не просто какую-то там вот мелкую, что достаточно, скажем, небольшой ямы, небольших усилий, а именно жизненно необходимую цель. Достичь вот свободы, свободы финансовой, достичь какого-то уровня определенного, достичь определенных материальных ценностей, которые позволят жить так, как вы хотите. Вот цель должна быть такая. То есть такая должна быть высота. Второе, какие усилия вы готовы потратить на достижение цели? И самое главное, не распыляться. Вы понимаете, вот есть такая возможность. Вот да, у меня цели там большие, я немножко сделаю в одной компании, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот вы не достигнете тогда максимальной цели, вот той жизненно необходимой стратегической. Да, можете порешать мелкие цели, но вам четко нужно определиться. И большие усилия направить именно туда, где вы выбрали вот третье, именно компанию. Вот выбор компании, настолько это важен, это стратегически, при помощи которой компании вы будете достигать. Вот я люблю о финансах так больше просчитывать. Так вот я вам скажу, вот даже вот Евгений Свободов об этом часто говорит. Вот такого маркетинга, который подготовлен нам, вот сейчас, в ближайшее время, нет ни у кого. Нет даже в приближенном виде. То есть в полтора раза лучше, чем вот самые близкие маркетинги, которые подходят. Второе, от выбора компании, выбор компании зависит, что дает компания. Вот если компания дает нам продукты, услуги, или то, что будет нужно людям многие годы, здесь речь о коммуникации. Коммуникации нужны всегда. То есть это не год, не два, не три, особенно, когда компания развивается такими темпами. Четвертое, это система, по которой вы работаете. Потому что если вы работаете бессистемно, вот есть такие вещи, как сегодня я поработал, целую неделю хорошо поработал, потом на месяц сбросил и свою цель забыл, и свою команду, результата не будет. То есть вы будете идти на полдороги, вершение скатывается вниз. И вам начинать нужно будет все сначала. Есть еще такая болезнь, вот здесь тренингомания. Тренинги очень хорошо, а тренингомания плоса. То есть после получения вот именно каких-то знаний, после посещения тренинга, вы должны вот на практике воспользоваться тем, что вы получили эти знания. Только тогда будут знания превращаться в успех. Иначе нет. А вот собираясь знания и не делать ничего, это просто вы скатываетесь, просто лежите в этой яме. Погрязь ли в грязи. Ну и пятое, самое главное, не только достигать цели, но готовность быть лидером. То есть подать руку тому, кто еще в яме и тянуть его на вершину. Чтобы вам там было уютно в компании тех людей, с которыми приятно. Спасибо. Спасибо. Слово Юрия Гавка. Пожалуйста, Юрий. Добрый день, уважаемые друзья. Меня слышно? Да, отлично. Спасибо. Я хочу прокомментировать тоже этот фильм про яму. Мы все попадаем в какие-то ямки. Маленькие, большие, чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Но нам действительно повезло оказаться в прекрасной компании с огромной перспективой развития. И я хочу сравнить вот наши команды, вот у каждого есть своя команда, сравнить со связкой альпинистов. Те лидеры, которые до сих пор в бизнесе, которые тащат эту связку, они зубами, ногами, руками цепляются за эту вершину, за эти камни, для того, чтобы удержать всех тех, кто идет за ними, которые устали и сейчас на этой связке, на горёвке, и отдыхают. Я прошу вас, обратитесь к вашим иноптикам. Объясните им, что самая сложная часть бизнеса, бизнеса, в который они зашли, это не просто так временное явление, это бизнес, который требует большого количества времени, уделения, большое количество энергии, мотивации, внутреннего погружения. То есть это образ жизни. Надо жить в этом бизнесе. Надо уделять ему всё свободное время. Так вот, надо попросить ваших клиентов, ваших лидеров, внизу находящихся, чтобы они помогли вам, чтобы они вместе с вами двигались вверх к этой вершине. И какое блаженство они получат, когда они всё-таки достигнут вместе с вами этой вершины, встанут на этой вершине, обниметесь и скажете, да, мы сделали всё возможное, да, мы преодолели эту вершину, да, мы выбрались из земли. И вы будете являться ориентирами, символами успеха нашей компании. У меня всё. Спасибо. Спасибо, Юра. Ну и думаю, теперь уже начинаем завершать нашу сегодняшнюю программу. Слово, пожалуйста, Евген. Видите, ребята, очень кратко, но очень четко вы сказали своё отношение к этому. Я просто, чтобы завершить эту тему, действительно, стоит ещё много раз смотреть этот фильм, вдуматься, этот фильм, найти себя, найти своё метро, где мы определим, где мы сейчас находимся. Но если мы говорим о том, что мы должны помогать друг другу, протягивать друг другу и вытаскивать друг друга там наверх, то мы реально находимся в одной связке. И Юра Агапко, я это подчеркнув, и Сергей Ткачук. Но если мы уже на одной связке, если мы идём на одну гору, а в одной связке с нами и Билл Старфи, и программисты, и маркетологи, которые работают за нашими спинами, там не все видят их и так дальше, то мы должны доверять друг другу. Вот мы должны довериться. Вот если у нас не будет доверия друг другу, не будет айтишникам, не будет доверия к президенту, компании, к инвесторам, ничего у нас туда не получится. На каком-то этапе всё равно мы скотимся вниз в эту яму или будем искать себе другую яму. Если мы уже в одной связке, давайте будем доверять друг другу. Я именно хочу к теме сказать то, что действительно уже когда мы получим сейчас в руки наши вот эти новые, так скажем, маркетинг-план, я думаю, что те люди, которые уже побыли в несколько других проектах, они сейчас поймут, что всё-таки компания Ивави не зря полтора года работала на том, что действительно самая наилучшая, даже так скажем, топ-компания, потому что вы же слышали, прозвучило, что на территории СНГ находятся пять топ-компаний, остальные уже только такие собирают крошки, да, крошки. Я думаю, что компания Ивави сейчас встанет туда же, вот эти топ-компании, и именно вот с топ-компанией стоит работать, трудиться, потому что там действительно, когда вот подниметесь вот туда, на вершину, там будет светло, там будет очень ярко и хорошо, вот как Евген всегда рассказывает, самолет, когда взлетает, фул газ, вот, потом уже можно чуть-чуть отбавить газ, и там всегда за тучами светло, это я вам могу доказать, потому что я очень много раз находился там, когда вот говорят, что Европе зимой темнота и так туманно, то я практически каждый день солнце видел, так что, да, там всегда интереснее вверху. Спасибо за внимание, Евген, пожалуйста, следующее. Спасибо, мы заканчиваем нас осталось две минуты до окончания нашего мероприятия, естественно, спасибо всем, что приняли участие, нас более 300 человек присутствует, 300 компьютеров даже, я думаю, человек 400-500 где-то присутствует, но я хочу просто завершить нашими двумя важными текущими моментами, первое, это то, что идет промоушн, 1.02.08.00 утра промоушн заканчивается и используйте вот эти золотые дни для поселения структур. И второе, я всех приглашаю вас, я прошу вас, чтобы вы пригласили всех своих инактивных, активных людей, может быть, даже новеньких, пригласите завтра на 19.00 на встречу с Белым Стартом, вы увидите, что огромную мотивацию каждый получит после этого часа, который мы посвятим вот этой встрече, и вы увидите, что я думаю, что и новенькие, которые будут там присоединяться к бизнесу, и те люди, которые по какой-то причине затормозили или что-то ждут, они активируются и будут принимать участие в нашем бизнесе, я уже не говорю о тех партнерах, которые активно работают и развивают, поэтому и самое важное для нас, что мы завтра протестируем наш зал, я думаю, тысяча человек и тысяча компьютеров завтра должно быть подключено, я вот это чувствую, потому что мы на прошлой неделе поставили себе за неделю выйти на тысячу подключений, вот, я думаю, завтра уникальный шанс вот эту идею, эту мысль реализовать, чтобы мысль наша не материализовалась. Я желаю всем сегодня хорошего, продуктивного дня и встречаемся сегодня, выходим по этой же ссылке на обеденный вебинар в 15.00, в 20.00 на вечерний вебинар, завтра утренние копии, завтра обеденный вебинар в 15.00 и вечернего завтра вебинара не будет, будет встреча с белым стартем не в 20, а в 19.00. Вот, все это вы увидите на наших командных сайтах go.ivari.com.ua и ivaris.com.ua так что жду вас на этих мероприятиях, а тем более спасибо, всего доброго, до свидания. Микита Ласло, Юрий Гавков, попрошайся, дай ему секунду. Сейчас, секунду, только еще еще одно слово, не забудьте, что сегодня значит, будет проводить Александр Сухачев и Максим Литвинов первые шаги партнеров. Пожалуйста, заходите на их командные сайты и там все вы увидите. Всего вам доброго, с вами был Ласло, Микита Евгений Свобода, Сергей Ткачук, пожалуйста, и Юрий Гавков, но он уже сейчас... Партнеры, хорошего дня. Да. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,